Саша умрет, умрет. Вот это только у меня. За дитё своё сейчас плачу. Незнакомки подошли к Ане Воросян на улице. Они спросили, который час, а потом вдруг заявили, что на бабушку навели порчу. Её сын умрет через 9 дней. Волос я, говорит, у вас возьму. Вот это вот помню. Волос с этой стороны взяла. Я не слышала, когда выдергивала. Отсюда всё равно слышно. Не слышала. Я, говорит, уйду в сторону. Ну, дам молитву, что-то она так создала. Всё, что происходило после, престарелая женщина помнит смутно. Она уверена, что её загипнотизировали. Мошенницы приказали принести пластиковую бутылку и деньги, якобы, чтобы снять порчу. Бабушка послушно пошла домой, положила в платок все свои сбережения, 67 тысяч рублей, и отдала незнакомку. Да, она пока здесь стояла, она спрашивала деньги. Сколько у вас денег-то с собой? А дом сколько у вас есть? Ну, надо в это время подумать, до чего она спрашивает это. Ведь я уж не первый раз слышу. Телевизор я люблю смотреть на эту тему. Анна Воросян. Это уже вторая жертва двух гадалок в Нижнекамске. На прошлой неделе 79-летняя пенсионерка также лишилась 8 тысяч рублей. Сейчас полиция разыскивает злоумышленниц. Личность одной из них установлена. Сама потерпевшая по фотографии её опознала. Это Касперская Роза Николаевна, 1965 года рождения. Вороженка города Уфы, жительница села Новочеремшанск и Ульянской области. Личность второй женщины на сегодняшний день пока не установлена. Просьба ко всем, кто обладает информацией об этом человеке, позвонить в полицию. Стоит отметить, что подобным образом в сентябре денег лишились также старушки из Елабуги и Чистополя. В Елабуге две женщины за снятие с глаза обманом выманили у бабушки 108 тысяч рублей. Жительница Чистополя после встречи с гадалками осталась без 11,5 тысяч рублей. Потерпевшие написали заявление в полицию, гадалки объявлены в розыск. Правоохранительные органы просят пенсионеров быть бдительными и не доверять первым встречным.